Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разумеется, в пятницу мое традиционное напутствие нужно очень хорошо провести выходные, потому что чем дальше мы будем удаляться в сентябрь, тем больше крутых фундаментальных событий нас ждет. Заседание Европейского Центрального Банка, заседание Федрезерва, встреча Технического Комитета ОПЕК+. Это все судьбоносное, без преувеличения событий для инструментов, которые стоят за еврозоны, стоят за США и, разумеется, для нефти. Эти инструменты являются основой большинства, наверное, торговых идей, позиций и вообще активности для участников финансовых рынков. Мы не исключение, мы тоже делаем большой акцент на указанные инструменты и на анализ фундаментального фона регионов, которые были перечислены. Друзья, поэтому нужно хорошо провести выходные. Я вас жду с очень хорошим настроением в понедельник. Продолжим, конечно же, разбирать то, что творится на финансовых рынках. Ну, а теперь давайте подведем итоги закрытия вчерашнего дня и, в принципе, констатировать будем то, что на данный момент актуально для рынков. Бренд 60,99 были повыше. Фактически, лишь немного не достали до сопротивления 63 доллара за баррель. Когда-то я говорил вам, что если наша короткая позиция не будет оправдана, то есть не приведет к тому профиту, который нам хотелось бы видеть, и если рынок все-таки развернется, вот 63, это как раз тот самый уровень, когда, наверное, нужно будет оставить на время эти короткие позиции. Пока эта планка, друзья, держится. Почему рынок нефти растет? Это, видимо, потому что ралли, который мы наблюдаем последние два дня, все-таки позволило участникам рынка немного выдохнуть, пропустило вперед покупателей, которые с радостью стараются компенсировать те потери, которые принесли в последнее время. Ну, вот фон, на котором это ралли сейчас происходит, ну, для меня, друзья, можете критиковать или еще что, но для меня этот фон неубедительный. В частности, почему нефть выросла вчера? Потому что на рынке появились сообщения о том, что США и Китай снова вернутся к переговорам в октябре. Уже запланирована встреча, делегация Китая прибудет в Вашингтон, и 13-й раунд переговоров, такая символичная цифра, уж не знаю, будет ли она неудачной, но мне почему-то кажется, что да. Я для себя, друзья, принял уже позицию того, что торговая война, ну, она уже идет, нужно просто с этим смириться, и если кому интересно, нужно копать в плане оценки последствий этой торговой войны. Ну, уже не стоит рассчитывать на то, что отношения между странами улучшатся. Поэтому я, как и ранее, если вы разделяете такую же позицию, рекомендую не отказываться и от перспективы замедления темпов мирового экономического роста. Я рекомендую вам не упускать из вида все больше факторов слабости экономик США и еврозоны, все больше причин говорить о рецессионном состоянии отдельных ведущих стран еврозоны, штатов, это понятно. Мы говорили уже об индикаторах много раз по рынку американского долга, где также было доказано, что это состояние уже фактически является действительностью для экономики США. Ну, и если это не сейчас, то, по крайней мере, рецессия может наступить очень скоро. Это все впоследствии отразится на спросе на углеводороды. Ну, возможно, в моменте участники рынка как раз поддались вот этому позитиву. Я вчера катеризовал его как отложенный позитив. Поддержку также ценам оказали вчерашние данные по запасам нефти минус 4,7 миллиона. Это против ожиданий. Участники рынка предполагали, что запасы снизятся на 3 миллиона. Мы предполагали, что запасы могут вырасти на фоне повышения импорта и тех цифр от Американского института нефти, которые мы видели ранее. Дальнейшая динамика, друзья, будет зависеть уже от многих вводных, от многих факторов, от состояния доллара, от риторики США и Китая и, наверное, от адекватности трейдеров в оценке всех глобальных рисков. Я сохраняю короткие позиции и даже если котировки Brent окажутся выше 63, я просто выйду из рынка и буду ждать, когда же можно будет продать грянку снова. Доллар иена 106.95. Сегодня очень важный день. Non-farm perils фактически уже через несколько часов, 15.30 по московскому времени. Данные нас интересуют прежде всего по темпам роста зарплатных плат, потому что это индикатор активности потребителей и индикатор инфляции. Наверное, на него стоит действительно обратить внимание в первую очередь. По прогнозам, темпы роста зарплатных плат в годовом выражении замедлится с 3,2% до 3,1%. Ожидается также, что и по количеству новых рабочих мест у нас будет цифра хуже, чем в позапрошлом месяце. Вспоминаем про плохие данные по индексу СН в производственном секторе. И, в принципе, возвращаемся к идее того, что если сегодня действительно данные по зарплатам будут в негативном ключе, это повысит уверенность продавцов в том, что ФРС продолжит действовать по сценарию смягчения экономической политики. И это должно ослабить курс доллара. Очень важно также напоминать, что в 19.30 по московскому времени состоится выступление Джерома Паула. Почему важно? Потому что оно состоится после того, как выйдут данные по рынку труда. То есть, фактически, его риторика будет опираться на новые макроэкономические фундаментальные вводные. Если Паул получит сигналы слабости макроэкономической статистики, как отмечалось ранее, друзья, на слабых данных может, опять же, смягчиться и риторика. То есть, ФРС предупреждал ранее, что решения его будут зависеть от публикуемых макроэкономических отчетов. По золоту, друзья, мы добрались до 1550 долларов, сейчас ниже. Ждем новых уровней входа, но я поздравляю вас с очередным профитом. Доллар канадец 1.32.14. Сегодня я даю последний шанс рынку, скажем так, продать канадца в расчете на то, что пара приблизится к сопротивлению 1.34 и закрепится выше. Сегодня данные по рынку труда также в 15.30 по московскому времени. Если и в ходе текущей торговой сессии мы, как трейдеры, ожидающие рост пары, будем разочарованы, тогда посмотрим уже, как действовать дальше. Австралийцы против доллара 0.68.15. Мы на грани разворота. Филипп Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии, вчера сделал комментарий о новых экономических стимулах, потому что видит, что несколько недопонял рынок риторику, поскольку австралиец растет в тот непростой экономический период для Австралии, когда, в принципе, курс валюты должен оснижаться. Евро против доллара 1.10.36. Мы готовимся к распродажам, друзья. Важное заседание 12 сентября. Ждем новые стимулы. Трамп вчера, кстати, еще подлил масло в огонь, прегрозил, что точно такое же давление, которое сейчас оказывается на Китае, будет очень скоро оказано на еврозону. Да и без этого мы видим то, что немецкая экономика уже в состоянии рецессии. Фунт против доллара 1.23.26. Законодатели приняли законопроект о переносе сроков Брекзита. Фактически Джонсон обязан обратиться к ЕС и также просить их о том, чтобы Англии была дана очередная отсрочка. Однако Джонсон не унимается. Он будет настаивать на проведении новых всеобщих парламентских выборов. Прошлая его инициатива не прошла. Вчера были даны новые сроки. 9 сентября, это фактически следующий понедельник, когда снова будет предпринята попытка внести предложение о парламентских выборах на голосование. Друзья, может быть в этот раз оно будет успешным, но противостояние между оппозицией и правительством сохраняется. И для меня это все равно повод говорить о неопределенности и потенциальном негативе для британской валюты. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok